МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наиболее известное древнее поселение человека обнаружены в Северной Африке, Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Самая старейшая на территории Беларуси первобытная стоянка находится в деревне Юровичи Калинковичского района. В чем ее уникальность и загадка, и как жили люди на Гомельской земле в эпоху палеолита, узнаем сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно здесь 26 тысяч лет назад разместилась стоянка первобытного человека. Археологические раскопки велись с 1929 года в течение 80-летий. На месте стоянки были обнаружены интересные находки, подтверждающие древность палеоэтического поселения. Одно из наиболее интересных, сенсационных для Беларуси стало целиком сохранившаяся голова мамонта с бивнями. Всего в ходе экспедиции были найдены останки более 20 мамонтов, а также быков, диких шерстистых носорогов, коней. Вблизи древнего жилища археологи также обнаружили более 100 орудий труда, в том числе пластинчатые ножи, скребки, кремниевый кинжал. А чтобы добраться до этих и других предметов, ученым приходилось вести раскопки на глубине более 10 метров. Стоянка представляла собой жилища людей, их было до четырех. Это, как правило, верхние палеоэтические стоянки, в принципе. Они имели овальную форму, делались они из костей крупных животных, в частности, каркас делался из ребер тех же мамонтов. Накрывался он шкурами диких животных, но навряд ли это была шкура мамонта, так как она была довольно весомой и не выдержала бы данная конструкция. А уже основание этого жилища укреплялось более крупными костями, черепами, валунами и немножко уходило в землю. Такое жилище представляло собой жилище современных северных народов, нечто вроде чума. И внутри, естественно, горел костер. Костер поддерживали, скажем так, женщины. Они являлись в прямом смысле хранительницами очага, так как это была их обязанность смотреть за тем, чтобы костер не потух. Несмотря на то, что женщины были в почете, так как это женщины того времени, это была первобытная община материнская, где родство велось по материнской линии, женщины занимались собирательством, смотрели за детьми и смотрели за тем, чтобы хищники не напали на их жилище. Ну, а мужчины, естественно, охотились. Есть мнение, что во времена Палеолита на Юровичской стоянке жили люди непостоянно. Она была своего рода охотничьим лагерем, куда загоняли и разделывали добычу. В целом же поселение просуществовало несколько тысячелетий, пока надвигающийся ледник не заставил людей уйти в теплые края. А когда он отступил, эти земли вновь были заселены. В 1970-х годах археологи открыли в Юровичах еще пять поселений эпохи Мезолита, Неолита и Бронзового века. Но самая ценная находка – остатки большого средневекового города X-XI веков. При этом причины его исчезновения до сих пор неизвестны. Этот город также не упоминается в летописях, хотя по своим масштабам он не уступал древнему Полоцку и Турову. Проводились исследования, пробные раскопы и дальше на Юровичской горе. Там найдены такие находки, как ложечка для причастия костяная, которая принадлежала Рюриковичам, и она датируется XII веком. Есть мнение, его представляет археолог Иов, что, возможно, данное городище являлось древним Туровом, так как его датировка – X-XI век и находки, соответствующие этому периоду. А проведя раскопки в самом Турове, таких находок, такого периода нет. На месте средневекового города археологи также обнаружили следы жилищ – землянку с печью, обломки керамики, ножи с костяными ручками. Известно, что люди в этом городе жили в деревянных срубах, а найденная на раскопках Юровичского городища ложечка, вероятно, подтверждает гипотезу ученых о том, что у древнего Турова мог быть более старинный тезка, и, вполне возможно, тогда он располагался на территории Юровичей. Эту теорию подтверждает еще один факт. В ходе исследований ученые обнаружили, что ранее до мелиорации рядом с древним городом протекала река Турия, а, как известно, многие города происходили от названия рек. На сегодняшний день археологический памятник стоянка верхнего палеолита в Юровичах занесена в государственный список историко-культурных ценностей. Ученые считают, что здесь предстоит еще сделать много открытий, а работы хватит ни на одно поколение археологов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok